Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, в эфире droider.ru. Ровно неделю назад, в прошлый четверг, компания Samsung представила в Лондоне свой новый флагман Samsung Galaxy S3. И благодаря неделе ожиданий и доблестным действиям сотрудников компании, которые в своих карманах через таможню провезли вот эти два образца, мы можем посмотреть наконец на это устройство, на эти два устройства. Как видите, есть два варианта дизайна. Белый и темно-синий-серый. Кстати, о корпусе. Давайте сразу поговорим о нем, потому что дизайн вызвал очень неоднозначную реакцию в интернете. Он действительно пластиковый, задняя крышка вот такая, глянцевая, она пачкается мокрыми пальцами, остаются следы периодически. Ну, не так много, как могло бы быть действительно. Но я точно могу сказать, что в реале он немножко лучше выглядит, чем на картинках, это правда. В плане толщины то же самое. Когда держишь его в руках, он кажется немножко тоньше, чем то, когда смотришь на картинки в интернете. Не особо громоздкий смартфон, учитывая то, что у него огромный экран. И вообще он такой весь мощный, примощный. Кстати, об экране. Это одно из главных достоинств данного аппарата. 4,8 дюйма, HD разрешение, супер AMOLED технология. В общем, отличный, прекрасный экран, как всегда у Samsung. Мы чуть позже на него подробно посмотрим и изучим все приложения, которые есть. Что тут еще? Разъем для наушников сверху. Сзади 8-мегапиксельная камера со вспышкой. Вот этот маленький и приятный квадратик, это динамик. Здесь есть качелька для громкости. В общем, расположение кнопок такое же, примерно, как и на Galaxy Nexus. Кнопка включения с правой стороны. Снизу у нас есть такая вот кнопочка. Честно говоря, тоже от нее не в восторге. Она какая-то вот узкая. Здесь много места сверху. Своеобразное решение дизайна. И две сенсорных кнопки. Одна выполняет функцию назад, другая выполняет функцию меню. Почему-то было принято такое решение. В отличие от смартфона Samsung Galaxy Nexus, у которого вторая кнопка, это кнопка многозадачности, которая вызывает список запущенных приложений. Едем дальше. Давайте сравним, собственно, устройство с линейкой других устройств Samsung, которые компания выпускала в течение последнего года весьма обильно. Что тут у нас есть? Есть у нас Galaxy Note. Ну, видно, что Galaxy Note намного больше своего нынешнего вот этого собрата. И в ширину, и в длину, и даже в толщину. Это дальше у нас Galaxy S2, собственно, предшественник линейки. Он, заметно, что существенно меньше. В общем, практически на целый сантиметр. Он меньше по длине и немножечко даже уже. По толщине примерно такой же. Galaxy Nexus, пожалуй, это самый близкий по дизайну собрат для Galaxy S3. Как видите, по толщине они практически идентичны. Ну, может быть, пара миллиметров есть. По длине тоже где-то миллиметр-два. И по толщине Galaxy S3 даже немножко тоньше. По крайней мере, в середине. Вот такие вот пироги. Это при том, что дисплей у девайса Galaxy S3 больше. В общем-то, это можно наблюдать. Вот. Мы видим. Ну, и под конец у нас тут есть маленький, да удаленький айфончик, который, видно, что намного меньше. И экран у него намного меньше. И он как-то выбивается немножко всей этой компанией. Ну, собственно, компания-то не для него, действительно. Что ж, идем дальше. Давайте посмотрим на оболочку. Но перед этим вспомним еще о тех аппаратных характеристиках, которые тут есть. Это, конечно же, GPS. Конечно же, GLONASS. Фронтальная камера 1,9 Мп. Она умеет снимать HD-видео, в которой можно, в общем, запечатлеть свое лицо или лицо кого-то еще, передав ему телефон. И основная камера, кажется, я уже говорил, 8 Мп. Ну что ж, давайте включим. Конечно же, тут есть NFC. Чуть позже мы продемонстрируем работу технологии NFC. Здесь нас встречает фирменная оболочка от Samsung и Android версии 4.0, который тут предустановлен, конечно же. Кстати, оболочка отличается от тех вариантов, которые стоят на Galaxy Note и на Galaxy S2. Что ж, тут много виджетов и много предустановленных приложений и несколько приложений, которые были существенно изменены. Давайте для начала запустим браузер и посмотрим, насколько быстро он работает. Работает он действительно быстро, наверное, за счет процессора. Кстати, о процессоре. Про процессор ничего не сказали. Он имеет 4 ядра производства процессора. Взяла на себя компания Samsung же. И частота его 1,4 ГГц. Собственно, благодаря тому, что компания сама сделала этот процессор, я думаю, так быстро на нем работают многие вещи. В частности, вот вы видите, можно очень быстро стараться зумить картинки и сайты. И это происходит мгновенно. Даже такой перегруженный видео и графика и сайт, как Droider, работает быстро. Давайте сразу, раз уж мы говорим про картинки и видео, откроем галерею. Галереи, кстати, здесь наконец-то выполнены, как на большинстве устройств. С Android Ice Cream Sandwich. Вот такой вот у него дизайн привычный уже. И запустим видеоролик. Заодно понаслаждаемся дисплеем, который, я напомню, выполнен по технологии Super AMOLED HD-дисплей. Давай переворачивайся уже, наконец. И мы с удовольствием можем наблюдать за этими яркими картинками, за тем, как разные цвета на этом дисплее сменяют один другой. Ну, в общем, это очень прикольно и красиво. Ну и есть здесь одна встроенная фишка прикольная в плеере, которая называется Pop-Up Play. Окей, вот такую иконочку мы нажимаем, как на проигрыватель видео в Windows. И у нас видео появляется в маленьком вот таком вот окошке, которое можно перетаскивать по экрану. И можно запускать все остальные приложения, пользоваться любыми интерфейсами. И мы видим, что они совершенно не тормозят. А видео при этом продолжает проигрываться. Честно говоря, смысл этой фишки остается для меня загадкой. Единственное предположение, которое я могу сделать, это продемонстрировать скорость и мощность работы устройства. Потому что, вы видите, HD-видео продолжает проигрываться, а все интерфейсы работают так же, как и работали. За это отдельная хвала Самсунгу. Ну а фишка действительно забавная. Что ж, идем дальше. Звуки. Может быть, вы уже слышали, что работа устройства... Сейчас я поднесу ее поближе к микрофону. Работа устройства сопровождается звуками природы. Например, сейчас я попробую его разблокировать. И происходит вот такой прикольный бульк. Кстати, экран разблокировки наконец-то сделали красивым и приятным. Во-первых, картинка красивая. Вот этот дуванчик, я о нем уже говорил как-то в Droider Show. И когда мы проводим, там такие прикольные волны, как будто действительно проводишь пальцем по воде. И достаточно симпатичная анимация. Смотрим еще раз. Вот так вот. В общем, по сравнению с прошлым смартфоном Galaxy S2, достаточно приятно и клево сделано. Даже по сравнению с Galaxy Note. Что ж, идем дальше. Продолжаем изучать программы, которые тут предустановлены. Тут есть такая интересная вещь, которая называется S-BIM. Это технология. Технология передачи файлов другим устройствам. Она основана на технологии Android Beam, которая базируется, в свою очередь, на технологии, уж извините за такую тавтологию, технологиями, на технологии NFC. Что мы здесь можем делать? Мы можем передавать, например, картинки и видео, в общем, различные файлы с одного смартфона Galaxy S3 на другой. Что происходит? Мы, например, запускаем галерею, открываем какую-нибудь картинку, видео будет долго, давайте картинку откроем, фотографию. Вот, взяли ее, прикладываем один смартфон к другому, прикладываем один смартфон к другому, может разблокировать, надо тут вот, да. Нажимаем кнопочку, и происходит отправка. Теперь мы можем телефоны друг от друга развести, потому что после того, как по NFC они соединились, передача файла уже происходит по Wi-Fi. Ну, а Wi-Fi, мы знаем, действует на большом расстоянии, так что можно вообще унести их после этого в разные комнаты. Ну вот, на втором смартфоне мы получили картинку. Наверняка кого-то смущает, что лицо мое на этой фотографии обведено в квадрат. Это потому что смартфон автоматически распознал, что на фотографии имеется человек, и вы можете этого человека найти в адресной книге и, собственно, указать, что это он и есть. Вот он, я. И вот мы знаем теперь, кто на этой фотографии нарисован. Очень интересная такая вот тоже маленькая встроенная, приятная фишка. Ну и потом можно сортировать фотографии по людям, соответственно, смотреть все картинки, которые есть в вашей галерее. С тем или иным человеком. Что ж, едем дальше. Браузер посмотрели, видео посмотрели. Смотрим. Дальше мы с вами на другие встроенные приложения. Их здесь, кстати, уже есть некоторое количество, но прошивка здесь, естественно, не окончательная. Когда смартфон начнет продаваться, поставка может быть другой. Но что хочется сказать, давайте теперь на белом смотреть. Что хочется сказать, так это то, что на этом варианте аппарата, по крайней мере на нем, предустановлена программа Flipboard. Многие люди, которые следят за приложениями для смартфонов, знают, что Flipboard это приложение, которое работает эксклюзивно на айфонах и на устройствах на iOS. Но, собственно, это первый смартфон на Android, на котором мы увидели это приложение работающим. Это программа для просмотра и чтения новостей. Она вот такая вот красивая, стильно сделанная, очень прикольная. Вероятно, можно предположить, что через какое-то время программа появится на Android маркете, точнее на Google Play маркете, а до этого, возможно, она будет эксклюзивно доступна только на этом смартфоне. Так что тоже еще один маленький бонус мы видим. Еще здесь мы с любопытством обнаружили, что имеется программа Play Films. Это, собственно, Google сервис для просмотра видео. Но стоит сказать, что, скорее всего, все-таки это какая-то дырка в прошивке, и в финальной версии смартфона его уже не будет. Но зато вот мы можем понаблюдать за интерфейсом. И также тут еще есть приложение Play книги. Вот оно. Соответственно, аналогичный сервис Google для чтения и облачного хранения книжек. Тоже он тут есть. И мы можем с вами быстренько взглянуть, как он выглядит на этом смартфоне. Что ж, идем дальше. Переходим к вещам более полезным. Тут также будет реализована, скорее всего, интеграция с сервисом Dropbox. Еще неизвестно, окончательно будет ли это реализовано для России. Но если нам с вами повезет, то все пользователи и покупатели этого смартфона получат аж 50 гигабайт дискового пространства облачного для хранения своих файлов в сервисе Dropbox. Так что это действительно очень много. Это вам не какой-нибудь, извините, Google Drive со своими, если мне не изменят память, 5 гигабайтами. Ну и еще хочется взглянуть на вещь, о которой многие говорили после презентации, которая называется S-Voice. А тут в этой прошивке, ну я говорю, что это тестовая версия прошивки, окончательный вариант, наверное, будет немного другой. Но тут она называется «Голосовой разговор». Собственно, это аналог Siri. Пока он работает только на английском языке. Видимо, в этом году будет обновление. И сервис заработает на русском. Я не буду вас мучить своим произношением. Но вы поверите мне нас, что если я спрошу у него, какая погода в Москве, он покажет мне красивую картинку с погодой, с тучками и с солнышком. Ну что ж, пожалуй, мы все главные вещи посмотрели, кроме камеры. Камера, как уже было сказано ранее, имеет 8 мегапикселей разрешения. Дизайн приложения, в общем, такой же, как и в прошлых камерах от Samsung. Что тут важно? То, что снимает она быстро. Как только камера сфокусировалась, можно нажать на кнопочку, снимок мгновенно сохраняется. Но это как уже во всех современных смартфонах, и от HTC, и в Galaxy Nexus. Также было сделано. Валера, улыбнись. И, собственно, также на iPhone, в общем, все смартфоны, которые выходят в этом году, уже так и снимают. Еще здесь есть серийная съемка, есть HDR. Ну, в общем, полный набор привычных эффектов, которые все уже привыкли видеть в своих смартфонах, в камерах своих смартфонов. И, в общем, быстрая, крутая, хорошая камера. Здесь есть переключатель видео и много всяких прикольных фишек. Можно, конечно же, переключиться на другой вид. Так, сейчас я быстренько сверюсь со своей шпаргалкой. Ничего ли я не забыл важного, что мы хотели вам показать. Нет, кажется, все основное сказано. Единственное, хочется еще сделать отдельный акцент на том, что дизайнеры компании Samsung, по их заверениям, когда проектировали это устройство, базировались на явлениях природы. Поэтому он такой вот весь обтекаемый. Правда, другие смартфоны тоже обтекаемые бывают. Ну, вот так нам объясняют. И поэтому здесь есть звуки природы. И поэтому здесь все должно быть так интуитивно и приятно. Ну, завершая разговор, стоит сказать, что смартфон действительно быстрый, шустро очень работает за счет своего процессора и остальных характеристик. Будем надеяться, что так оно и останется по истечении многих месяцев эксплуатации гаджета. В общем, это мы узнаем чуть позже. Здесь большая батарейка, очень емкая, 2100 мАч. Это действительно очень большая емкость для смартфона. И также тут есть разъем с microSD-карточкой, разъем для microSD-карточки, чтобы можно было расширить память вашего устройства. Будет две версии, 32 гигабайта и 16 гигабайт. 16 гигабайт будет стоить 30 тысяч рублей, скорее всего. 32, пока неизвестно. Ну, а продажи могут начаться уже в июне, так что можете потихонечку скапливать денежки на этот гаджет, который называется Samsung Galaxy S3. И обзор подготовили Борис Витинский и Валерий Истишев для сайта droider.ru. Пока!